На развитие Шимкента, который станет в следующем году культурной столицей СНГ, потратит более трех миллиардов долларов. Как изменится крупнейший город Казахстана, говорили сегодня на заседании правительства. Город ждет грандиозная стройка, в нем появится более 300 новых многоэтажных жилых домов, а также 15 школ. Это позволит разгрузить учебные заведения, которые работают сейчас в три смены. По современным стандартам будет реконструирован центральный стадион. Власти также планируют построить конгресс-холл и восстановить старый город Цитадель. Добавим, что для реализации всех проектов будет создано дополнительно 60 тысяч новых рабочих мест. Напомним, в прошлом году Шимкент стал городом республиканского значения. Его население превысило 1 миллион человек. В плане 89 проектов по 10 направлениям. От общих расходов в 1 триллион 284 миллиарда тенге две трети составят средства частных инвесторов. Из республиканского бюджета будет выделено около 300 миллиардов, местного – 81 миллиард и 68 миллиардов тенге посредством государственно-частного партнерства. Жители Атерао сами будут контролировать, как идет капитальный ремонт их домов. Работа им предстоит нелегкая, ведь нужно будет обнаружить каждый недостаток, который допустят строители. Последний раз дома ремонтировали 30 лет назад, и за это время здания сильно износились. Пришли в негодность коммуникация, лестничные площадки и стены. Не в лучшем состоянии и крыша. Во время дождей квартиры на верхних этажах заливают. Модернизация капитального жилья в Атерао идет восьмой год, и за это время отревансировано более 120 многоэтажных домов. В этом году обновят еще четыре. Мы стараемся все делать качественно. Знаем, что среди жителей всегда найдутся профессионалы, которые выявят недоработки. При этом даем гарантию на два года. Что касается возникающих ситуаций с ограничениями поставок продовольствия, работа в этом направлении ведется. Сейчас речь об отмене бумажных ветеринарных сертификатов. Это должно и ускорить, и упростить работу. А главное – устранить барьеры. В Белоруссии внедрена и активно развивается государственная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости продукции животного происхождения. А с этого месяца вступила в силу обязательно электронная ветеринарная сертификация молочной продукции в России. Эта система разработана, чтобы можно было прослеживать путь продукции от поля до прилавка и выводить с рынка фальсифицированную продукцию. Сейчас процесс взаимной интеграции белорусской системы и российской «Меркурией» близится к завершению. Следующим шагом будет выдача электронных ветеринарных сертификатов на все подконтрольные грузы в Беларуси. У нас очень резко упали возвраты по причинам фальсификации продукции. То есть все, что указано в электронном ветеринарном сертификате, оно соответствует действительности. И если система «Меркурия» его изначально не принимает, то и продукция остается в Республике Беларусь, рассматриваются причины возврата. То есть сопровождается ветеринарным сертификатом только доброкачественная, безопасная продукция, которая имеет право въехать в Российскую Федерацию. В Кыргызстане уменьшаются площади посевов узгенского риса. Этот сорт считается элитным и дорогим в республике. Специалисты объясняют, в его состав входят все полезные элементы таблицы Менлеева. Рис в Кыргызстане выращивают именно в искусственно созданных болотах. Главное, чтобы вода всегда была прохладной. Ее берут из реки. Местные рисоводы уверяют, что только в их регионе возможно вырастить этот рис. Все зависит от типа почвы, климата и даже воздуха. Посадите семена в другом месте – рис узгенским не станет. Только тут колосьи наливаются лучше всего и дают хороший урожай. Узгенский рис считается элитным. Он самый дорогой в Кыргызстане, содержит много полезных веществ, усваивается на 98%. Поэтому опытные хозяйки ищут на базарах именно его. Узгенские сорта риса сейчас выращивают фермеры и из других областей Кыргызстана. Теперь на базарах под элитным брендом продают злаки из разных частей страны. По мнению агрономов, разобраться в ситуации могут только специалисты из Министерства сельского хозяйства, если возьмут этот вопрос под свой контроль. Президент России Владимир Путин на выставке и на пром. В Екатеринбурге побывал в умном доме. Это система мониторинга безопасности и комфорта для многоквартирных помещений. Но разработчики заверили президента, их идеи и в авиации сгодится, и в сельском хозяйстве тоже. Путинам показали систему удаленного пилотирования 120-тонным белазом. Оператор при этом управляет машиной на полигоне Жадина в Беларуси. Рулить можно семью самосвалами сразу. Владимира Путина ждали и на осмотре роботов. Машине под силу самые мелкие операции. Может резать, сверлить и, если надо, вышивать крестиком. Все это невозможно было бы без операционных систем. Минпромторг показал свою Аврору для мобильных устройств. Специалисты уверены, что эта система может быть востребована и на китайском рынке. Цены на колейные удобрения после ввода в строй Нижинского горнообогатительного комбината будут согласованы партнерами. Речь идет об интересах белорусской колейной компании Иславкалия, структуры бизнесмена Михаила Гуцериева, который реализует проект. С ним встретился Александр Лукашенко. Президент поинтересовался стадии строительства лобаний и соблюдением заранее оговоренных условий работы. Сейчас Нижинский комбинат активно строится. В этом году в него вложили 400 миллионов евро. Через год должно закончиться возведение шахт. И уже в 2023 году там начнут добывать калий. Открытие завода даст и новый импульс развития региона. Это 3,5 тысячи новых рабочих мест и повышенных налоговых отчислений. Александр Лукашенко поблагодарил бизнесмена и за поддержку других социальных проектов. Строительство школы и нового православного храма. Для экономики страны это экспортная выручка, экспортная дополнительная валютная выручка, которая способствует стабилизации экономики Белоруссии. Стабилизации валютного курса, это точно, это постоянный приток валюты. Это на самом деле хорошая экспортная копилочка, новая. Это хороший бизнес, это на 100 лет. Это всегда будет. Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована и не будет никакой конкуренции. Это будет симметрично. У нас есть договоренности пока преждевременно о том, что когда мы выйдем уже на рубеж на завершение строительства, мы подпишем все необходимые документы. Европейский проект СИМ ставит целью создание безопасных и современных шахт с опорой на новые технологии. Задача – минимизировать присутствие человека в опасных зонах через активное использование дронов и роботов. Общим знаменателем для этих решений станет стандарт связи 5G, который выведет на новый уровень скорость обмена между шахтами и диспетчерскими центрами. Европа сегодня потребляет 20% мировых запасов металлов и минералов, а производим мы лишь 3%. Нам нужно наращивать добычу, чтобы удовлетворять свои собственные нужды. Конечно, мы можем сделать ставку на вторичную переработку и так получить металлы и минералы. Но даже такой путь позволит нам обеспечить лишь половину наших потребностей завтрашнего дня. Так что нам по-прежнему нужны шахты, нам нужно оптимизировать технологии разведки и добычи. Новая технология с опорой на стандарт связи 5G является залогом успеха. Нам действительно нужно много металлов и минералов. Приведу пример. Возьмите электромобили и машины на дизельном топливе. Первый тип требует в 4 раза больше меди. Таким образом, если мы рассчитываем на устойчивое развитие, вывод экологичного транспорта на рынке, нам нужно готовиться к росту спроса на металлы. Дотчебанк – крупнейшее финансовое учреждение Германии – сократит около 18 тысяч своих сотрудников по всему миру в ближайшие три года. Об этом было официально объявлено в понедельник. И в тот же день в лондонском отделении начались увольнения, которые могут коснуться здесь более 3 тысяч человек. В ходе запланированной масштабной реструктуризации Дотчебанк намерен отказаться от торговых операций с акциями, сократит ряд операций с фиксированной доходностью. В банке отмечают, что реструктуризация приведет в этом году к убыткам. Здесь рассчитывают прийти к равновесию к 2020 году, признавая существенную неопределенность этого прогноза. Акции Дотчебанк подешевели более чем на 5% в ходе торгов на франкфуртской бирже. Генеральный директор организации заявил, что по сути заново создал Дотчебанк, который последние пять лет терпел убытки. «Для развития в этих четырех областях нам придется с чем-то расстаться, с тем, что не приносило достаточную прибыль. Соответствующие решения мы приняли сегодня, и особенно это касается торговли акциями. Мы долго колебались, но теперь с этим покончено, и предпринимаются серьезные шаги, чтобы задать банку совершенно новое направление. Нам следовало пойти этим путем еще пять или шесть лет назад». Министры социальных и потребительских дел Евросоюза обсудили в Брюсселе перспективы строительства экономики и благосостояния. Это любимый проект председателя Евросоюза Финляндии. Она призывает другие страны признать, что хорошее материальное и психологическое состояние людей является предпосылкой экономического роста и общественной стабильности. Другие задачи проекты Хельсинки – сокращение неравенства, в том числе гендерного, улучшение возможностей для трудоустройства и личного развития. Несколько десятков человек в Цюрихе и Байзале заблокировали подходы к отделениям крупнейших швейцарских банков, среди которых ОБС и Credit Suisse. Активисты-природозащитники обвиняют банков в поддержке инициатив, подрывающих борьбу с изменениями климата. В первую очередь подразумевается финансирование проекта в связях с энергетикой ископаемых ресурсов – угля, нефти и газа. Например, на прошлой неделе стало известно, что Национальный банк Швейцарии не прекращает крупные инвестиции в нефтепромышленность США. Сумма вкладов достигает миллиарда долларов. Редактор субтитров А.Семкин